И у нас докладчик… Алексей, шум. Окей, сейчас попробуем вернуть в жизни лаптопы. Добрый день, меня зовут Алексей, фамилия Христов. Сейчас, секундочку, подготовлюсь. Окей, сейчас попробуем вернуть в жизни лаптопы. Ну, это не мак, поэтому заработал. Итак, добрый день. Как я уже говорил, меня зовут Алексей Христов. Я хочу вам рассказать про юнит-тестирование в JavaScript. Именно вот про его особенности, потому что в чистом виде это довольно нудно. Я думаю, большинство из вас уже знают, что такое юнит-тестирование. Знаете, да, я хотел бы спросить у зала, сколько людей писали когда-нибудь юнит-тест на других языках? О, то есть довольно много. Скажите, а сколько делало это на JavaScript? Ага, тоже довольно немало. Ну, я надеюсь, что мой доклад будет полезен всем. Во всяком случае, я постараюсь. Итак, ну, я думаю, классику про то, что вообще из себя представляют юнит-тесты, можно сразу пропустить. И перейдем к особенностям. Чем отличается вообще юнит-тестирование и тестирование, в принципе, в JavaScript? Во-первых, это глобальная область видимости, которая дает нам уже дополнительные определенные преимущества в плане мокания и работы с различными объектами. Это отсутствие единой среды для запуска. То есть мы, с одной стороны, должны тестировать все в разных браузерах, если нас волнует кросс-браузерность. С другой стороны, мы не можем гарантировать, что если мы запустили в чем-то одном, то результаты работы тестов удовлетворительны. Так, ну, работа с дом-элементами. Куда же без них? Это часто очень тоже надо тестировать. Самая интересная особенность — это асинхронность. А як-запросы, кулбэки, анимация. Очень часто это тоже вызывает вопросы. Ну и самое главное, то есть как можно провести код-кавердж и все это интегрировать в continuous integration. Потому что если попытаться… Ну, то есть в любом другом языке у нас есть доступ полностью к самой системе. Мы с Moom можем определить код-кавердж сразу. А здесь же JavaScript выполняется, грубо говоря, в рождебной среде. Внутри браузера, если говорить о браузере. Вот, поэтому для код-каверджа есть свои особенности, про которые я тоже расскажу, но и с continuous integration тоже. Про них будет чуть дальше. Собственно, фреймворки, про которые я хотел бы рассказать, в том порядке, в котором они перечислены здесь, в первую очередь про UI-тест. Это полнофункциональный фреймворк, который умеет практически все. Но то, что он не умеет, для этого можно использовать другие фреймворки, как, собственно, мы и делаем. Synon.js – замечательный mock-and-stab фреймворк. Прелесть его как раз… Давайте я сразу буду ходить по слайдам, чтобы было проще. Это замечательный фреймворк, который умеет… Это идеальный фреймворк в том плане, что он умеет делать только то, что должен, и ничего другого. Он прекрасно занимается mock-ами и стабами. То есть, если когда-нибудь… Это не факт, что большинство из вещей, про которые я буду вам сегодня рассказывать, вам понадобятся. Но если когда-нибудь вам понадобятся mock-i-stab, Synon делает это замечательно. JSTS-драйвер – довольно оригинальный интересный фреймворк благодаря своему интересному оригинальному подходу к тестированию. Ну и Jasmine, которого я коснусь, ну, в принципе, вскользь. В принципе, практически аналогичен первому UI-фреймворку. Такой же точно обладает практически всем, что может понадобиться нам в жизни. Итак, собственно, начнем с UI-тест. Сам по себе фреймворк довольно… Сам по себе фреймворк довольно старый. Это уже третья версия, готовится к выходу четвертая. Он является частью библиотеки Yahoo Library. Его поддерживает и разрабатывает компания Yahoo. Собственно, умеет он делать, как я уже говорил, практически все. Во-первых, у него очень большое… Ну, то есть довольно большое разнообразие количества разных асертов. Поддерживает вложенные тест-сьюиты. Ну, то есть тест-кейсы мы можем вкладывать в тест-сьюиты и так далее. Позволяет самое интересное и самое большое его преимущество, на мой взгляд. Тесты можно запускать как в браузере, так можно запускать и с консоли через Selenium. Думаю, благодаря этому точно так же можно интегрировать в Continuous Integration. У него есть поддержка работы с асинхронными тестами, без которых невозможно сделать многие действия, тот же AJAX проверить. Он умеет симулировать дом-события отдельно по-своему. И у него есть поддержка MOOC, но в принципе она отвратительная, если не сказать еще хуже. Собственно, ой, как-то не очень четко видно. Как вообще? Тут маленькая проблема. Это принт-скрины, сделанные из IDE, поэтому… То есть я сейчас попробую увеличить. Вот. Окей, собственно, это совершенно тривиальный пример, написанный на UI-тесте. То есть, опять же, расскажу в двух словах, что нужно для этого сделать. Подключается он буквально одной строкой коды с помощью универсального загрузчика UI. Мы подключаем нужные модули, создаем обычный тест-кейс, все сугубо классика и набор тестов. Совершенно стандартные условия. Тест должен начинаться со слова «тест», чтобы быть выполненным. И с помощью различных наборов ассердов мы можем провести любые проверки. Дальше, для того, чтобы мы все это могли запустить, Yahoo опять же экспортирует нам раннер, в который мы добавляем тест-кейсы. Если нужно, мы добавляем в него тест-сьюиты. Это множество, в которые мы можем группировать тест-кейсы, и потом запускаем. Результаты запуска, собственно, мы можем получить… Вернее, я даже расскажу об этом на следующем скрине. Ага, тут, я так понимаю, еще хуже видно. Кроме всего прочего, что еще он умеет делать? Он умеет экспортировать к нам консоль. То есть все результаты работы тестов могут быть выведены прямо в консоль, в тех браузерах, которые консоль поддерживают. Ну, то есть Firefox, Chrome, свеженькие Ешки. Плюс он умеет выводить тесты в свою собственную консоль, то есть рендерить дом-дерево с результатами работы тестов. Плюс можно подписаться на каждый результат работы теста. В итоге вы можете совершенно полностью кастомизировать внешний вывод результатов работы. То есть нет никаких ограничений. Сугубо внешний вид, как вы выберете. Ну и третий момент, которого я коснусь чуть позже, это симуляция дом-событий. Что есть еще в нем интересного? То есть у него есть классические сетапы, тир-даун, которые выполняются до и после каждого теста. Имена тестов можно писать в довольно развернутом и свободном формате. Единственное ограничение, что они должны содержать слово shoot. Плюс есть еще довольно интересная секция в самом верху shoot, в которой добавляются тесты, которые мы хотим проигнорировать. Это бывает очень удобно, если мы хотим просто пропустить некоторые тесты. И секция с error, туда попадают те тесты, в которых мы хотим выбросить exception. То есть UI не позволяет внутри самого теста проверить, выбрасывает он exception или нет, позволяет только перехватить это на уровне раннера и сравнить это с секцией error. Ну что ж, поехали дальше. Симуляция дом-событий. Тут на самом деле это самый тонкий и интересный момент. Если мы хотим проверить, как работает наша система, очень часто нас волнует, можем ли мы просимулировать, какой дом-событий, то есть нажать на кнопку и еще что-то. В большинстве случаев нам подойдут совершенно стандартные уже существующие фреймворки, с которыми работали все. То есть, например, тот же jQuery совершенно спокойно может кликнуть по кнопке. Но у него есть одно маленькое ограничение. Вы не можете задать, например, те же самые координаты или передать какие-то дополнительные опции кликов. То есть у нас в нашем проекте была с этим большая проблема. Нам нужно было именно кликать в определенную область. Если вы попытаетесь с помощью jQuery сделать клик на кнопке, координаты клиента x и клиента y клика будут нулевыми. Особенности UI в том, что вы можете полностью… Здесь приведены далеко не все опции. То есть, в принципе, вы можете задать совершенно все опции клика, как будто бы вы его симулировали вручную. А здесь приведен список вообще всех событий, которые можно проэмулировать. То есть все совершенно стандартные. Единственное, что UI не умеет симулировать правый клик мышкой и не умеет симулировать скролл. Вот такие вот нюансы. Если вы захотите когда-нибудь их тестировать. Что-что? Да, он умеет это делать для UI, но если вы захотите именно прицепиться к… Ну, то есть там нечистая симуляция. То есть все не так просто. Скорее всего, вам придется самому это делать. Вот. И, как мне кажется, это замечательная плюшка, которая, в принципе, узкоспециализированная, но иногда может быть полезной. Следующий интересный момент – это асинхронные тесты. То есть идея очень простая. Так как мы не можем заставить наш код параллелиться, мы делаем красивую обертку на setTimeout и, собственно, используем ее. Как это выглядит… Давайте я сейчас чуть-чуть увеличу шрифт, чтобы было лучше видно. Вот. Собственно, как это делается? Мы выполняем какую-то последовательность действий. Например, здесь симулируем клик, ну, нажимаем на кнопку и вызываем команду wait с определенным тайм-аутом. То есть наш тест, в принципе, грубо говоря, засыпает. И мы ждем обработки всех остальных событий в течение вот этого вот времени. За это время должен вызваться наш callback. Вот он, собственно. И в нем должен быть вызван метод resum. Если мы resum не вызовем, то тест упадет с ошибкой. Ну, то есть, грубо говоря, мы попытались нажать на кнопку, а ничего не произошло. Точно так же можно сделать с AJAX. Мы попытались отправить AJAX, AJAX не пришел. Точно так же и в resum, и в wait можно добавлять callback функции, которые будут вызваны в случае возникновения resum или wait. То есть, ну, довольно тривиальная ситуация. Я думаю, многие из вас уже с чем-нибудь таким сталкивались. Так, дальше. Во, дополнительные плюшки. То, что действительно иногда бывает очень сильно востребовано. Как я уже говорил, это возможность полностью кастомизировать внешний вид. Из коробки он уже предоставляет очень даже неплохой конструктор, который сразу же навешивает на все добавляемые тесты, нужные классы и теги, что позволяет очень быстро кастомизировать его в браузере. Ну, то есть, зайду даже немножко с другой стороны. Мы поняли, что нам в нашей компании нужно выполнять тесты в трех средах. Во-первых, это в браузере, причем желательно во всех браузерах, потому что наши продукты выполняются в браузерах. Во-вторых, нам нужно пытаться это выполнить из консоли, потому что, ну, хочется более универсальный быстрый запуск, нежели каждый раз запускать сразу все инстансы, тестировать. И самое главное — это continuous integration и ночные сборки, без которых проводить ручное тестирование и вообще использовать юнит-тесты без continuous integration практически не имеет смысла. Собственно, кроме кастомизации внешнего вида, UI умеет работать с консолью из Selenium через так называемый плагин. Он называется Selenium Driver. Это драйвер, который по средствам Selenium-овской библиотеки подключается к Selenium и выполняет все нужные тесты, весь набор тестов во всех… Ну, то есть это фактически обычный тривиальный запуск Selenium со всем нужным вам набором браузеров. Это классика, я думаю, все с этим знакомы. А Selenium Driver позволяет туда подключиться. Единственное ограничение, которое накладывает Selenium Driver, это тесты должны запускаться сразу же при открытии страницы. и все. То есть Selenium не должен выполнять никаких действий, типа открой эту страницу, нажми на вот эту вот кнопочку или сделай еще что-нибудь. Поэтому, собственно, да, поддерживает вывод результатов совершенно стандартных форматов tab и junit.xml, поэтому вы совершенно спокойно сможете прикрутить это все в ваш continuous integration. Мы, например, это делаем на Jenkins'е и получаем отчеты о запуске юнит-тестов. Собственно, да, про continuous integration в принципе ничего и не добавишь, потому что Selenium Driver универсальная и удобная штука, позволяющая получить ответы и в консоли, и выдать их в нужном формате, как я уже говорил. И последнее, это code coverage. Как я уже говорил, работа с code coverage в JavaScript'е немножко неординарно, поэтому, чтобы получить нормальный code coverage, приходится прибегать к одному маленькому трюку. Мы берем весь наш, все наш, весь JavaScript код, прогоняем его через code coverage, что узу, которая расставляет по всем нашим вызовам функции специальные свои метки. Потом после выполнения JavaScript кода уже из консоли или из continuous integration мы получаем всю подробную информацию о code coverage уже из вот этих, благодаря проставленным меткам. Собственно, делается это тоже очень тривиально, благодаря такому же плагину. Ну вот, собственно, все, что я хотел вам рассказать про UI. Перейдем к следующему. Следующий у нас Synon. Synon, как я уже говорил, это очень универсальный и удобный фреймворк, содержащий спаи, моки и все, что только может понадобиться, если мы хотим так или иначе манипулировать с существующими объектами. Про первые четыре пункта я вам более подробно расскажу на следующих слайдах. Fake timers позволяют очень интересно работать со временем. То есть если вы хотите, например, раз в 20 минут отправлять какой-нибудь запрос на сервер, но в тестах вы не хотите ждать этих 20 минут, это было бы глупо. Используя fake timers, вы совершенно спокойно можете переводить системные часы на какое угодно время вперед или назад для конкретного теста. И любой вызов, любое создание класса new date вернет нужное вам время. То есть это очень удобный способ. Ну, поддержка своих собственных отсертов, которые здесь ни к селу, ни к городу. И sandbox, песочница, которая очень удобно позволяет все изменения, сделанные самим Synon, обернуть в одну песочницу и восстанавливать все сделанные им изменения буквально за одну итерацию. Итак, давайте теперь более подробно рассмотрим первые четыре пункта. Собственно, спаи. Так, опять придется увеличить код. Что позволяет делать спаи? То есть это в какой-то степени аналог моков, но немножко специфический. Он позволяет обернуться вокруг существующей функции или существующего метода и отслеживать полностью все изменения, сделанные с этой функцией. Это очень удобно, например, для кулбеков. Мы хотим узнать, сколько раз был вызван кулбек, с какими параметрами и что вообще с ним происходило в принципе. Вот как раз для этого спаи нам и нужен. Делается очень просто. Здесь пример совершенно тривиальный, как мы можем заспаить работу с jQuery-Ajax методом. Оборачивается он в сетапе, восстанавливается в tier-down. То есть каждый раз, если мы уже обернули объект, мы всегда можем его вернуть в исходное состояние. Собственно, а как выглядит из себя, что из себя представляют сами проверки? То есть мы всегда можем спросить у нашего метода getCall, то есть все параметры, с которыми он был вызван, и все особенности, с которыми он был вызван. Мы получаем список аргументов, чем и как его вызывали. Число в getCall – это порядковый номер вызова. Также из дополнительных плюшек, что он имеет еще возвращать? Он имеет возвращать callCount, то есть количество раз, сколько у нас был вызван наш метод, был ли он вообще вызван методом из callIt. Можно сравнить с другим спаем. То есть был вызван before или after. Сейчас я перемотаю. Ну, то есть до или после. Был вызван до или после другого обернутого спаем элемента и позволяет проверить, выбрасывал ли наш метод exception. Это далеко не полный функционал, который умеет делать спай, это только пример самых-самых популярных, которые могут понадобиться. Вот, собственно, в принципе, про спай это все. Следующий функционал – это стабы. Стабы и, ну, вообще, в принципе, вся библиотека синон, все существующие элементы имеют общего предка и умеют делать практически все одинаково. Но особенность стабов в JavaScript, в принципе, особенности нет. То есть это такой же классический стаб, как и у всех других языках. Он просто позволяет нужный нам метод обернуть оберткой и при этом не вызывать сам метод. То есть полностью игнорировать вызов, просто проверить, был ли сам по себе вызов. С помощью синона мы можем сказать, что если у нас наш стаб обернут… Ну, то есть обернуть стаб мы, опять же, можем, как всегда, или вокруг какой-нибудь существующей функции, или вокруг метода какого-нибудь объекта. И мы можем сказать, что в случае, если к нам, если стаб был вызван с аргументом каким-нибудь одним, мы возвращаем какое-то значение. Если был вызван с другим аргументом, мы выбрасываем exception. То есть поведение можно кастомизировать как угодно. Самое удобное, что мы получим? Мы получим заглушку для нашего метода, если мы не хотим отправлять… Ну, вот как здесь в примере, если мы не хотим отправлять AJAX. Илд 100 – это замечательный способ вызвать callback функцию, которая будет передана в виде параметра в наш метод. То есть если у нас есть… Ну, все, наверное, помнят, как вызывается AJAX в jQuery, мы просто туда передаем большой JSON объект, в котором метод success содержит callback функцию. И с помощью ILLT2 мы всегда при попытке работать с нашим стабом можем вызывать именованный параметр, который был передан в этот стаб. Это очень удобно. Окей. Собственно, движемся дальше. Моки. Моки практически ничем не отличаются от спаев. За одним маленьким исключением мы можем заранее задать определенный паттерн поведения. То есть мы можем сказать… Сделать проверку уже не после того, как был метод вызван, а до того. Мы можем сказать, что мы хотим, например, как в примере здесь, знать, что метод был вызван как минимум два раза, а как максимум пять раз. И в нужный момент мы просто вызываем verify, который вернет нам true или false, то есть удовлетворил ли наш mock нашим требованиям. Здесь внизу приведен список дополнительных проверок, которые мы можем сделать, собственно. То есть проверить, с какими… Сказать, вернее, с какими аргументами должен быть вызван наш mock, чтобы метод verify вернул нам true. Он – это сказать, что наш объект должен быть вызван в контексте объекта, переданного в виде параметра, или сказать, например, что он должен быть вызван определенное число раз. Вот третья строка. Опять же, это далеко не весь функционал, который позволяет делать synon. Но с mock-ами это только самые, на мой взгляд, самые необходимые, которые могут пригодиться. Так, сейчас, секундочку. Наверное, самая востребованная плюшка, которая может быть в синоне, это работа с аяксами. Он позволяет заглушать аякс-запросы на стандартном уровне. То есть он просто создает обертку над xml-http-request и позволяет отвечать нужными ответами на нужные запросы. Причем, что самое интересное, мы можем сами варьировать время ответа. Мы можем сами решить, когда мы вызовем… когда мы дадим ответ от сервера в нашем же юнит-тесте. То есть первая строчка в сетапе просто создает вот эту вот обертку. Дальше есть несколько способов различать наши запросы. То есть, допустим, у нас страница делает группу разных запросов. Мы хотим, чтобы synon дифференцировал запросы, сделанные на разные поддомены, на разные урлы. Для этого у нас есть четыре. Четвертый, к сожалению, не привел, вариант задания урлов, по которым мы будем различать запросы. Это может быть и регулярные выражения. То есть, например, в первом примере, respond-with, мы говорим, что мы будем отвечать на все запросы типа get, которые идут на url-sum-article. Отвечать мы им будем ответом 200 с вот такими вот хедерами, content-type-application-gson, и вот таким вот телом ответа. id12, comment, hey, the, и так далее. Если мы хотим дифференцировать, например, не по типу ответа get, post, а просто по url-у, для этого нам подходит второй пример. Если мы хотим вообще просто не заморачиваться и на все, а я к запросу всегда отвечать запросам 200 content-type-text-gson, мы просто пишем третий вариант. json сам выбирает, каким ответом ответить на наиболее, то есть, вернее, какой ответ наиболее подходит для нашего конкретного запроса. Дальше мы, собственно, делаем сам запрос, и с помощью команды server-respond мы говорим о том, что все аяксы, которые сейчас ушли на сервер, ну, фактически они никуда и не ушли. То есть наше приложение думает, что они ушли, на них сразу же дать ответ. И фактически все их коллбеки будут вызваны вот с параметрами, которые мы перечислили дальше. Опять же, в зависимости от статуса ответа и так далее. Последняя особенность, которая будет довольно интересна, это jsonp. С jsonp все чуть-чуть по-другому. Он не работает через xamal.http-request, поэтому сделать из него просто вот так вот такую же заглушку не получается. И единственный способ работ, мокоть jsonp, это используя стабы. Конструкция, как я уже рассказывал, в секции стабов, у него есть замечательный метод iltstu, который позволяет вызвать один исходящих параметров. То есть если мы представим, что ваша библиотека для работы jsonp работает по такому же точно принципу, как и, например, jQuery, то есть мы передаем json, в котором говорим, что у нас есть callback на success, callback на файл, какие-то данные для запроса и так далее, то единственный способ работать jsonp – это как раз через iltstu и стаб, вызывая нужный нам callback. Единственное, что здесь не получится выполнить каких-то действий после запроса. То есть в первом случае мы могли с обычными анеакциями мы могли сконфигурировать все нужные нам параметры, попытаться сделать запрос на сервер замоканный, после этого выполнить еще какие-то дополнительные действия и только потом сказать нашему запросу, что мы получили ответ от сервера, то здесь ответ мы получим моментально. Ну то есть я условно называю это ответом-запросом, потому что фактически к серверу запросов не происходит. Ну вот, это, собственно, все особенности синона. Так, следующий пункт – это у нас jstestrunner. Jstestrunner – довольно забавная штука, которая немножко выпадает из общего набора фреймворков для работы и тестирования JavaScript. Мы планируем ее использовать как промежуток для запуска UI прямо из браузера. Это совершенно стандартная картинка, которая есть у них на сайте. Вот, принцип – они решили просто пойти чуть-чуть другим путем. То есть не как в случае с Selenium. Selenium сам запускает нужный браузер или там несколько нужных браузеров и делает с ними какие-то действия. Здесь все проще. У нас есть просто наш сервер, а уже сами браузеры подключаются к нему. То есть наоборот. Не Гарак Магомедов, а Магомед Гарин. Собственно, благодаря вот такому вот интересному принципу работать с JS-тестранером очень просто и быстро. Собственно, для того, чтобы его запустить, не требуется вообще в принципе практически никаких технических знаний. Он поставляется в виде или отдельного jar-файла, или в виде плагина для продуктов компании JetBrains и Eclipse. То есть фактически это принскрины из моего PHP-шторма. Все, что вам нужно, просто развернуть вкладку с этим плагином, запустить сервер. Кнопки управления всего две. Play и Stop. И по URL, который вам отдаст вот этот вот самый плагин, подключиться всем необходимым набором браузеров. То есть здесь на картинке видно, что сейчас подключен только Firefox, потому что он говорит, все остальные браузеры не подключены. Фактически здесь мы сделаем то же самое, что бы сделал с Selenium, если бы вручную запустил Firefox. Но это намного удобнее тем, что мы можем совершенно спокойно подключать не только различные браузеры, но и различные платформы. То есть если нам нужно, мы просто на одной ноде запускаем наш JS-тест драйвер, а уже с других нод, на которых совершенно разный парк машин и Windows, и Linux, и Mac, и все различные браузеры, просто подключаемся к этому серверу. И, собственно, после проведения набора теста браузеры не отключаются. Поэтому достаточно сделать это действие всего один раз, и через Continuous Integration можно гонять тесты через JS-тест драйвер, сколько вам влезет. Собственно, опять же, этот же плагин позволяет, но, к сожалению, здесь очень размыто, но там все тоже очень тривиально позволяет запускать тесты прямо в IDE. Никуда не переключаюсь и не отходя, по нажати одной из клавиш. Это, как по мне, очень удобно. Но, как всегда, есть подвох. Благодаря такой легкости JS-тест драйвер не умеет практически ничего. Он довольно легкий и довольно примитивный. То есть фактически у него нет разделения на тест-кейсе, тест-сьюеты. Все добавляется просто в обычные тест-кейсы. У него совсем недавно появилась работа со синхронностью. И самое страшное, он не умеет подключать библиотеки. Единственный способ подключить библиотеку, которую вы когда-то пытались вставить в страницу с помощью Tegoscript, это добавить в конфигурационный файл. Конфигурационный файл… Нет, не туда, секундочку. Вот, конфигурационный файл еще при запуске клиента. То есть единственный способ – это как раз добавить загрузку нужных вам библиотек, которые вы просто тупо используете у себя на странице, которые бы вы просто хотели загрузить Tegoscript, придется каждый раз добавлять вручную в разные конфиг файлы, в разные инстансы. Это, конечно, самый большой минус JS-тест драйвера. Есть уже готовые библиотеки, которые позволяют запускать тесты, написанные по DUI через JS-тест драйвер, но, опять же, у них есть небольшой набор ограничений. Все, выбор сводится к очень простому моменту. Если вам нужен более богатый функционал, который есть в других фреймворках, вам придется использовать их. Если у вас все работает на уровне обычных асертов, вы совершенно спокойно можете использовать JS-тест драйвер и больше ни на чем серьезно не заморачиваться. Самое главное, он очень быстрый и прост. Последний фреймворк, про который я хотел бы рассказать, но довольно бегло, потому что я бы сказал, что разница между JASMIN такой же полнофункциональной, как и UI, и самим UI больше идеологическая. Скорее, потому что это у нас BDD-фреймворк, а UI — это обычный DDD. То есть набор функционала, который есть и в одном, и во втором фреймворке, практически идентичен. Здесь у нас есть опять такие же тесты с UI, которые мы можем группировать в другие тесты с UI, а в них тест-кейсы. У нас есть поддержка асинхронных тестов, у нас есть матчерсы, то есть асерты, те же самые асерты. У нас есть спай, которые в UI представлены в виде моков. То есть функционал практически идентичен. Чтобы лучше проиллюстрировать ситуацию, я представлю это в виде кода. Здесь справа код на JASMIN, слева код на UI-тест третьем. Делают они одно и то же. Различие в большей степени именно в названии, в идеологии BDD и приемочного тестирования. То есть опять же, если у вас когда-нибудь станет выбор между одним из этих двух фреймворков, я бы вам советовал выбирать даже уже не по функционалу, а скорее идеологически. Собственно, это был последний слайд. Спасибо за внимание. Вопросы? Смотрите, с Selenium все довольно просто. То есть у вас есть Selenium Driver. Это библиотека, написанная с поддержкой клиентской… вернее, не так. У Selenium есть библиотеки для разных языков. Есть библиотека для Java. Вот с использованием этой библиотеки для Java написана аналогичная библиотека. Это jar-файл, который называется Selenium Driver для UI, который позволяет подключиться к Selenium и выполнить весь необходимый набор тестов. То есть вы фактически просто из командной строки запускаете этот jar-файл и говорите, на каком порту висит Selenium. Он сам подключается к Selenium, находит там UI-вский раннер и собирает из него результаты тестов. То есть для вас это все выглядит очень прозрачно. Вы просто говорите, на какой сервер, куда сходить к Selenium, а все остальное работа делает за вас. Если вы запускаете это из консоли, вы тут же в консоль получаете результаты работы, то есть сколько тестов было пройдено, сколько тестов было провалено. Если вы запускаете это из, например, Jenkins, вы можете просто сказать, что результаты складывать в виде tab-файла вот в такую-то папочку, и там их подхватит Jenkins. Да, смотрите, вопрос, озвучиваю вопрос. Вопрос был в том, что я сказал о том, что JS-тест-драйвер довольно узкофункциональный. И, собственно, есть фреймворки, которые позволяют использовать весь функционал Jasmine в нем. Да, делается это и для UI-теста, и для Jasmine. Есть специальные, опять-таки, такие же аналогичные проекты. То есть это форки на GitHub, которые позволяют сделать красивую обертку для запуска в JS-тест-драйвере тестов, написанных на Jasmine или на UI. Да, такое есть. Делается это очень простым способом. Мы просто проверяем, в какой среде мы запустились в Jasmine или в JS-тест-драйвере, в зависимости от того, какие у нас сейчас в наше адресное пространство экспортированы в библиотеке. Мы или запускаем это все в нативной среде Jasmine UI-тест, или полностью все тесты разбираем на составляющие и перегоняем их формат в формат JS-тест-драйвера. Это не всегда возможно, не всегда удобно, но для большинства функционала этого хватит с головой. То есть благодаря асинхронным тестам, благодаря ассортам, то есть мы можем сделать почти все. То есть в 90% случаев мы совершенно спокойно покроем. И да, библиотеки существующие уже есть. Мы, собственно, тоже планируем вот так вот его использовать. JS-тест-драйвер запускается как из IDE, так и из консоли. Фактически это тоже обычный jar-файл, который уже интегрирован в плагин. Разницы никакой нет. Хорошо. А для того, чтобы прикрутить его к continuous integration, вы просто запускаете сервер, все нужные браузеры уже подключаете сразу же к нему. Ну, то есть вручную. То есть он же выступает в роли… Давайте я перемотаю на… Ну, просто у нас есть еще… Может кто-то… Ай. Может просто кто-то другой забыл. Я поэтому перемотаю на нужную картинку. То есть в силу того, что у нас все браузеры подключаются к JS-тест-драйверу, поэтому, чтобы интегрировать его в continuous integration, мы должны, собственно, один раз запустить сервер, подключить к нему все нужные браузеры. И это… Ну, то есть с этим проблем нет. Но вот с тем, в каком формате он экспортирует файлы, я вам не скажу. То есть я не проверял и не пробовал, есть ли там возможность экспортировать результаты работы тестов, например, в том же tab-файле, который можно будет скормить потом continuous integration, этого я не знаю. Да, и там, насколько я помню, были ограничения с код-каверджем. Для код-каверджа, для определения код-каверджа через JS-тест-раннер, опять же, использовалась библиотека отдельная. Тоже JS-тест-раннеровская, входящая в стандартную поставку, но это отдельная библиотека. Ну, да, вот, скажем так, когда много тестов, браузеры обычно умирают там после 20-го года серьезного теста, и обычно их перегружают. Тут есть какое-то, ну, не будешь каждый раз на какую-нибудь integration запускать? Да, собственно, повторяю вопрос. Вопрос звучал как? Selenium после определенного большого количества запуска тестов может довольно долго отвечать, довольно сложно работать. Есть ли ограничения у JS-тест-раннера? Ответить на этот вопрос я не могу, я не знаю. Мы не пробовали еще гонять действительно большой объем данных через него, так, чтобы утверждать, что он справится с большой нагрузкой или нет. Ну, тут больше тебя осталось браузером. Браузеры при огромном количестве вот такого драузера необычно, так сказать, неадекватные. Конечно, не успевают. Да, ну, опять же, ответить однозначно не смогу. А вы можете сказать фантом? По поводу фантом.js ничего не могу сказать, я с ним не работал. Я не обладаю таким объемом информации, чтобы сейчас сказать что-нибудь утвердительно. то есть я... Я только... Сейчас мы используем UI. Собственно, JS-тест-драйвер это всего лишь будет промежуточный этап, то есть мы сейчас планируем его внедрить как промежуток, просто для того, чтобы UI-тесты можно было запускать прямо из IDE, но не больше. Фактически, да. Ну, фактически, да. То есть, причем роуты мы можем описывать не только для... в чистом виде сами роуты, но мы можем их дифференцировать, например, по типу запросов getPost. Да, собственно, это и есть обычный роутинг. Ага, хорошо, спасибо. Вопрос довольно философский. Используем мы это все не так давно, но не потому, что не хотели, просто у нас довольно молодая команда. Мы, собственно, работаем над проектом не так давно, и практически вот через месяц работы над проектом мы туда начали интегрировать юнит-тесты. Как у нас после этого изменился дизайн? И что мы выиграли? То есть, выиграли мы довольно много, потому что это позволяет отловить ряд проблем. Мы отлавливали очень часто проблемы, которые найти ручным тестированием было бы, в принципе, невозможно. А в плане самого дизайна кода тут тяжело сказать. То есть, мы пока еще только частично пытаемся... Ну, то есть, мы еще не везде используем ТДД, чтобы юнит-тесты действительно смогли как-то очень сильно повлиять на архитектуру. Плюс у нас, к сожалению, есть сторонние библиотеки, которые очень сильно нам мешают сделать архитектуру более красивой и понятной. Вот. Именно поэтому мы потихоньку будем стараться ее менять. Юнит-тесты в этом очень помогают. Но сказать, что... То есть, мы еще просто не так долго это делаем, мы еще не перешли на ТДД, чтобы... Ну, в принципе, в принципе... Нет, я не скажу, что кардинально что-то поменялось. У нас сейчас просто не так очень сильно переделывается архитектура, поэтому я думаю, здесь больше заслуга не самих юнит-тестов как таковых изменений архитектуры, хотя они очень помогают. А просто вот необходимость в нашем конкретном проекте ее изменить. Но это наш частный случай, сугубо, потому что у нас довольно специфическая библиотека. фактически... Не работать с домом все равно не получится. У нас есть отдельная библиотека, которая берет на себя очень большую часть по работе с дом-событиями. Работа в чистом виде с домом все равно встречается в большом числе нашей библиотеки. Поэтому, собственно, упростить как-то эту ситуацию мы не можем. Мы можем только ее протестировать. Смотрите, мы пришли к двойной идеологии. То есть мы поняли, что полностью все замокировать, всю работу с домом. То есть мы ее можем, но тогда наши тесты фактически не будут иметь... Да, то есть фактически это будут юнит-тесты, но они никогда не покажут работоспособность системы хоть на какой-то определенный процент. Поэтому мы пришли к таким, грубо говоря, двойным юнит-тестам. То есть одни юнит-тесты у нас представляют из себя нормальные классические юнит-тесты с моками и стабами. А во вторых юнит-тестах мы пытаемся... Во второй группе мы пытаемся работать нормально с дом-деревом. То есть с помощью тех же симуляций действий пользователя. Фактически это получается что-то среднее между функциональными юнит-тестами. Да. То есть у нас появляются уже и функциональные тесты отдельно, но единственный путь, который мы для себя нашли, это использовать вот что-то среднее, то есть между чистыми юнит-тестами и функциональными. фактически все эти действия вам придется сделать в файле тестов для JS-тест-драйвера. У него есть отдельно в конфигурационном параметре набор файлов, которые подключаются как исходный код, отдельно на тесты. То есть вам придется самому создать кнопочку, на нее кликнуть. Это именно то, что я говорил. Он довольно сильно ограничен по функционалу. Плюс еще, что если вы кроме кнопочки используете там еще 20 сторонних библиотек, все эти 20 сторонних библиотек вам придется перечислить в конфигурационном файле для JS-тест-драйвера. Без этого никак. Хороший вопрос. Другого варианта нет. На уровне Core не уверен. Мы написали просто как свою библиотеку. То есть у нас есть фактически обертка, которая, если мы пытаемся выполнить симуляцию скролла или контекст-меню, то мы его симулируем сами. Если что-то другое, то мы вызываем фактически юи. То есть мы просто чуть с другой стороны зашли. Коллеги, давайте еще один вопрос на этот оплату. По поводу поддержки дома нет. Нет, я имел в виду, что юи не делает, в принципе, фикстур. Он просто по-честному работает с дом-деревом. Ну да, я же говорю, то есть разница между ними скорее идеологическая, нежели... Они очень похожи по функционалу. Благодаря вам благодарю за субтитры. Спасибо.